Партнер программы «Стоматология Дентавита» На первом альтернативном информационный выпуск в студии Александр Иванчиков Здравствуйте! Главные темы этого дня Let's go! Единая Россия начинает предвыборную гонку Имена первых претендентов, кандидаты уже известны ЕГЭ великие и ужасные металлодетекторы и видеонаблюдения в классах остаются Спортивно-массовые проблемы, что мешает заниматься спортом жителям города Полгода и все изменится. До выборов депутатов 7-го созыва Государственной Думы остается 6 месяцев Партии готовятся выдвигать кандидатов Кандидаты делают наброски своих программ Единая Россия стартует с опережением В преддверии парламентских выборов партия власти вновь проводит праймерис По его итогам в каждом регионе партия выдвинет кандидата на выборы в Госдуму Причем пройти предварительный отбор придется всем претендентам Вне зависимости от должностей и социального статуса Первые заявки на праймерис в Бурятии уже поданы Пока документы представили 5 кандидатов В их числе председатель ассоциации фермеров Бурятии Баир Бальжиров Экс-депутат народного хурала Анна Скасырская И действующий депутат Государственной Думы Михаил Слепенчук Коротко остановимся на каждом из них Анна Скасырская, депутат народного хурала 3-го и 4-го созывов Руководитель организации «Женщины Бурятии» Имеет почетное звание и заслуженный работник сферы обслуживания Республики Бурятия В 2012 году не без ее помощи в поселке Баргузин появился досуговый центр Благодарное население активно агитировало за Скасырскую на выборах народного хурала Но получить кресло ей не удалось И через некоторое время здание опустело Все, что было в центре, вывезли В эфире программы «Багдаев» Анна Скасырская рассказала, что заставила ее подать документы на праймерис Старая, что ли я, молодая, красивая Ну, гужар есть Вот, а кто вас-то учить будет, ну, ё-моё Если вас допустить сейчас в классе, наворотите Опираясь только на наш опыт, мы должны вас, молодых, воспитывать Как я вот когда на УТБ тебя воспитывала? Так Попадала? Попадала, конечно Вот Баир Бальжиров, создатель и первый директор Центра Восточной Медицины Экс-министр здравоохранения Бурятии, заслуженный врач Российской Федерации Сейчас занимает пост председателя Ассоциации фермеров Бурятии Не так давно Бальжиров оконфузился, выступая на съезде делегатов сел в Москве Его публично освистали и попросили не превращать мероприятие в съезд Единой России Всё зависит именно от нас, от нашего отношения, от наших собственных ресурсов От наших, вот, как поселения, района, так и нашей республики И одним из таких важнейших возможностей является сельское развитие Говорить о сельском развитии – это не то, что какое-то прошлое Это реальное наше настоящее и наше будущее Также за право участвовать в парламентских выборах будут бороться два молодогвардейца Сергей Каримов и руководитель регионального отделения Антон Махов Эти ребята ничем значительным ещё не успели запомниться Сегодня гость нашей студии Михаил Викторович Слепенчук Депутат Государственной Думы, который любезно согласился ответить на несколько наших вопросов Добрый день, Михаил Викторович Появляется перед выборами множество различных слухов, разной информации Обо всех кандидатах практически Один из последних слухов, что вы собираетесь заменить на посту сенатора от Бурятии Арнольда Тлоханова Вы уже комментировали в прессе этот слух, но так как в нашем эфире этого ещё не звучало Откуда он родился и как вы к этому относитесь? Вы знаете, я слухи не комментирую и тем более не знаю, откуда они рождаются Очевидно, кому-то выгодно их запускать, и эти люди председают свои цели Я уже говорил и повторюсь, я не претендую на место ни Арнольда Кирилловича, ни Плоханова, ни места Вархламеева У меня есть своя собственная задача, я считаю, что впереди выбор депутата Государственной Думы Тот опыт, который я получил за предыдущие четыре года, он востребован И я сделаю всё, чтобы жизнь моих земляков была лучше, и чтобы мои опыты и знания были максимально реализованы во благо Бурятия Что вы не успели сделать в этом созыве? И понимаете, что уже не успеете до конца работы парламента, да? И вот какие задачи вы себе ставите на будущее? Ну, я могу сказать, что я много не успел Дело в том, что только полтора года ушло, полтора-два года ушло на понимание, как работает механизм принятия государственных законов Набрать политический вес, познакомиться с людьми Потом я пришел к выводу, что сама система принятия законов, она достаточно инертна, что правильно с точки зрения управления государством Я также понял те противоречия, которые существуют и что необходимо исправлять Наладил контакты с общественными организациями, с тем, чтобы иметь и прямую, и обратную связь Конечно, закон об охране озера Байкал, он крайне актуален для республики Бурятия В силу того, что 60% водосбора озера Байкал это республика Бурятия Это центральная экологическая зона и байкальская природная территория Здесь существует масса ограничений, как для экономики, так и для проживания людей Эти противоречия необходимо снимать, необходимо гармонизировать закон с другими законами В частности, с водным кодексом, с земельным кодексом, с лесным кодексом, с законом об особо охране и природных территориях Этим всем надо заниматься Необходимо сделать так, чтобы люди на берегу Байкала жились комфортно И при этом Байкал был устойчивой к экологической системе, которую принято считать жемчужиной Байкала и нашим сокровищем И вернемся к Государственной Думе О ее функционировании немного хотелось бы поговорить Сейчас вернулись к тому, что вновь будут избираться по смешанной системе Половина депутатов одномандатники будут, половина списочники На ваш взгляд, зачем возвращаются к этой системе отмененные в 2014 году? Это произошло в 2012 году, были изменения в законе, собственно, тоже в быту с моим депутатом Причина достаточно простая Очень много было протестов в настроении по итогам выборов 2011 года Особенно в центральной части Российской Федерации, Москва, Санкт-Петербург Люди посчитали, что их голоса были неправильно посчитаны Соответственно, было достаточно большое протестное движение Чтобы избежать этого, а также чтобы обновить состав Государственной Думы Была предложена и, в конце концов, принята система более гармоничная Это выборы как по партийным спискам, так и по одномандатным округам Плюс к этому партия «Один Россия», которая сегодня является правящей, она взяла на себя ответственность За многие события также решила провести гармонизацию внутри себя, очистку своих рядов В 2011 году было принято первое такое движение, когда на 30% состава Думы обновился за счет кандидатов от Общероссийского народного фронта Если вы помните, как раз был избран по предложению от общественной организации Как от Народного фронта То сейчас «Единая Россия» проводит предварительные голосования уже внутри себя Они пройдут 22 мая И уже победивший на праймере с так называемым предварительным голосованием Кандидат уже пойдет на голосование 18 сентября, в единый день голосования Соревноваться с другими партиями или самовыдвиженцами У нас сейчас, кстати, введена еще новая система Можно не только от партии быть избранным, но и самовыдвигаться В кандидатов депутаты Для этого необходимо набрать 3% голосов Сейчас широкие возможности у всех людей, которые хотят и могут представлять себя на политической арене России Таким образом, констатирую факт, что Россия все-таки создает гражданское общество Насколько известно, вы до сих пор не член партии «Единая Россия» Вы сторонник партии Да, я сторонник партии «Единая Россия» Но избираться будете, тем не менее, от «Единой России» Я рад тому, что партия мне доверяет И очень хотел бы, чтобы именно партия «Единая Россия» меня выдвинула в кандидаты Поскольку считаю себя патриотом И считаю, что любые потрясения, любые изменения строя Они крайне вредны для развития нашей страны Поэтому я посчитал для себя, что если хочешь поправить жизнь к лучшему Либо вступай в ряды партии, которая правящая Либо помогай ей улучшать жизнь Пока я, будучи сторонником, я, соответственно, двигаюсь по этому направлению Двигаюсь много лет уже и подчеркиваю свою последовательность У нас остается, к сожалению, мало времени очень И такой вопрос о законотворчестве Государственной Думы Создается такое ощущение, что много не успели принять И прямо в последнее время начинают штамповать законы Особенно большой резонанс вызывают законы, связанные с последствием выборов Вообще вокруг выборов, которые будут крутиться Это приравнивание палаточных городков к митингам Автопробеги к демонстрациям Приравняли Плюс ужесточение законодательного избирательства На ваш взгляд, с чем это связано? Это приведение закона в соответствие И создание более логичных законов Либо это затягивание гаек И стремление избежать, скажем, каких-то протестов после выборов Во-первых, я хочу сказать, что никто же законы не штампует Там нету станка Есть достаточно длительный процесс обсуждения Нормотворчество, вообще долгий процесс Многоступенчатый Поэтому так просто любой закон принять невозможно И любые выступления граждан в прессе или лично Которые могут повлиять на изменения закона Они, как правило, слышатся и часто услышаны властью Это надо помнить Теперь относительно тех изменений, которые приняты Или которые могут быть приняты Значит, к сожалению, Россия не имеет большого длительного опыта демократии Мы, по сути дела, можем считать, что мы демократическая страна с 1991 года Это всего 15 лет, не так уж и много Даже поколение не сменилось Поэтому у многих в головах демократия ассоциируется с вседозволенностью Вседозволенность приводит иногда к плачевным последствиям Все цветные революции, которые прошли в арабских странах На Украине пример 2004 года и нынешний пример Майдана Все свидетельство о том, что демократия именно путается со вседозволенностью Чтобы избежать этого, необходимо ввести нормы и правила Никто не запрещает вам выступать со своими заявлениями Или даже против действующей власти, но и в рамках закона Есть закон Нельзя допустить возможность антиконституционной смены власти Это приведет к очень плачевным последствиям Россия потеряет время развития И в общем-то только недруги могут желать в своей стране подобных событий Спасибо большое Я например в гостях у нас был депутат Государственной Думы Михаил Игоревич Слепенчук А мы продолжаем выпуск Новый состав Госдумы станет известен через полгода А пока мы решили спросить у жителей республики Знают ли они, кто отстаивает их интересы на федеральном уровне сегодня? Вы знаете, кто представляет Бурятию в Государственной Думе? На сотрудничестве Вот смотрите, ее кто-то да представляет, да? Вот вы чувствуете, что ваши интересы защищены? Вот Бурятию представляют? Если честно, не особо чувствуется Всегда, ну, Бурятия считалась таким отдаленным регионом дотационным То есть всегда низкое финансирование Ну, как бы это раньше было, так и осталось То есть, ну, особо не чувствуется Ну, кто президент, наградится Ну, по-моему, форум был в Иркутске Бурятский форум, ну, это Байкальский форум, да? Представляли наши депутаты, по-моему, свой интерес Про Байкал, по-моему, что-то, ну, разговаривали, разговор был Насколько мне было известно, Михаил Сипенчук был И... Вот второго-второго сейчас затрудняюсь ответить Но вот я знаю, что вот недавно были выборы И там какой-то молодой коммунист На самом деле нет То есть, ну, вообще в плане представления То есть, я считаю, что наша республика очень слабая То есть, ну, там, ну, не те люди Не те люди, конечно, не в том месте сидят Честно сказать, не знаю, ребята Даже не могу сказать Я этим никогда не интересуюсь, особенно политикой По-моему, Мархаев? Нет, что ли? Ну... Я не могу ответить Нет Вот вы знаете, кто представляет Бурятию в Государственной Думе? Нет Я не чувствую то, что интерес республики Бурятия как-то защищается Потому что в нашем городе уже в течение многих лет практически ничего не меняется Малые совсем идут только улучшения в нашем городе И к другим новостям ЕГЭ великий и ужасный Современных выпускных экзаменов боятся дети, их родители и даже учителя Поэтому и готовить детей начинают практически с пятого класса Но министр образования республики уверен Начинать подготовку нужно еще раньше Что же касается ЕГЭ-2016 То здесь особых изменений не предвидится Об этом Алдар Дамдинов заявил сегодня Ничего не изменится и в плане безопасности На входе будут также металлодетекторы и металлорамки О видеонаблюдениях в аудиториях остается У нас будет онлайн видеонаблюдение В 80% пунктов проведения экзаменов в аудиториях Все работают с Ростелекомом Мы уже провели И доставка Кимов у нас, как и в прошлом году Будет через спецсвязь То есть здесь исключен человеческий фактор Впервые в этом году мы будем опробировать печать Кимов прямо в аудитории Это всего нескольких пунктов проведения экзаменов будет Раньше контрольно-измерительные материалы доставлялись в бумажном варианте Сейчас их будут распечатывать прямо в аудитории Это также делается для безопасности и еще более прозрачного формата проведения ЕГЭ Мы часто рассказываем вам о достижениях наших профессиональных спортсменов И проблемах, с которыми они сталкиваются на пути к пьедесталу Но для многих спорт это хобби, способ с пользой для здоровья проводить время Семь лет назад в Бурятии появились дворовые инструкторы Именно они взяли на себя нелегкую работу Привлекать население к занятиям массовым спортом Порой при полном отсутствии инвентаря и нехватке финансирования Кто и как продвигает спорт в массы и с какими проблемами сталкиваются дворовые инструкторы Расскажет Аюна Очертарова Где ваши лыжи? В первое время скандинавская ходьба вызывала недоумение у многих горожан Однако сегодня никто уже не спросит, что это такое Более того, многие испытали ходьбу с палками на себе и теперь занимаются постоянно Улучшение есть, действительно Лучше становится организмом, здоровье Мне нравится еще в этой ходьбе Ну, во-первых, помимо всего того, что дает сама ходьба Общение, очень хорошее общение Мы как бы сдружились У нас определенный костяк такой И мы постоянно ходим и в походы, и мероприятия проводим Каждое занятие группы начинается с разминки И только потом пешая прогулка Опытные ходоки проходят по 6-7 километров за час Потянулись назад Назад, насколько возможно До ощущения растягивания мышц груди Скручивание, ротация позвоночника Зимой ходит, допустим, больше народу В осенний, весенний период Количество людей становится меньше Ну и к лету они опять возвращаются Давно стоит проблема нехватки зеленых зон Лесных массивов, которые сейчас активно застраиваются Парки остаются, так сказать Они очень маленькие, еще и их застраивают То есть у меня сейчас единственная проблема с местами занятий Просто ходить по улицам малоэффективно и неудобно А чтобы прогуляться по лесу, приходится куда-то выезжать Любители скандинавской ходьбы мечтали, что после ремонта в парке юбилейные проблемы исчезнут Однако и тут не так все просто Где только мы не ходили, пробовали везде Но как таковых дорожек нигде нет Надеялись, что в этом парке после ремонта появятся дорожки, их обещали Но они не появились Раньше мы здесь ходили, здесь были песчаные дорожки А потом основные дорожки, где мы ходили по кругу, их заасфальтировали И выложили плиткой А нам хотелось бы, чтобы гравий был Чтобы наши палки упирались А по асфальту они скользят Еще один массовый вид – суставная гимнастика УШУ Многие приходят сюда с костылями и тросточками А через некоторое время начинают бросать свои третьи ноги Результаты у меня артрус коленного сустава и операция была налево Как бы походило, у меня все нормализовалось И вообще все у меня нормально Жизненно тонус поднялся И вообще эти УШУ занятия помогают всем Все болезни от нервов, уверен инструктор И поэтому каждое занятие начинается с медитации Показаний для медитации очень много Но самое главное, важное тут медицинский аспект Во время медитации, когда нет ни одной мысли в голове В это время мощнейшим образом отдыхает нервная система Сейчас в зале 50 человек А в день занятия проходят в трех группах Два года это помещение в колледже туризма и сервиса предоставлялось бесплатно Теперь же организация запросила аренду И занятия по УШУ стали платными В более сложной ситуации в свое время оказались дворовые инструкторы по конному спорту Раньше клуб «Роксис» находился на улице Мокрова Но аренда для них стала неподъемной И клуб переехал в микрорайон мясокомбинат Лошади принадлежат частному владельцу То есть лошади его, конюшни, вот это все он сам делал Как бы своими руками Мы относимся к центру физкультурно-массовой работы Мы, тренера и дети Находимся там Ну вот как-то мы нашли общий язык С этим частным владельцем Он идет нам навстречу Инструкторы также проводят занятия по ипотерапии Для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата Но тут зачастую мешает погода Малейший вот это ветер, дождь, снег Да, на ребенка действует очень нехорошо И ребенок испытывает трудности Он капризничает То есть мы тренировки проводим Ну, закончить с трудом можем Сейчас наша первая задача, первая очередная Это поставить вот здесь, на этом поле Поставить что-то, ну, такое Тентованный манеж или как-то крытый манеж В Октябрьском районе 29 инструкторов За 7 лет они доказали, что работают эффективно И все-таки охвачено не все население Вообще дворовым спортом у нас занимается Порядка 30 тысяч, ну, как бы, вот, жителей района Причем разных категорий, я уже сказала Возрастных, это и дети, и, в основном, пожилое население Конечно, дворовым спортом занимаются В основном те люди, которые имеют свободное время Арина Чертарова, Александр Хмаганов Первая, альтернативная И коротко о других новостях Бурятия попала в топ-10 самых автокредитных регионов страны 54% жителей республики предпочитают брать машины в долг В рейтинге лидирует Ленинградская область, Удмуртия и Адыгея По мнению банковских специалистов Люди, купившие автомобиль в кредит Являются одними из самых дисциплинированных заемщиков Население Бурятии увеличилось почти на 4 тысячи человек Лидеры по рождаемости в республике Акинский, Кижингинский, Джидинский и Закаменские районы По уровню рождаемости Бурятия занимает Третье место среди регионов Сибирского федерального округа И 11 место по стране Британцы включили Байкал в топ-50 величайших мест для путешествий Обозреватели Telegraph Travel предлагают проехаться вокруг озера Байкал На мотоциклах, посмотреть на шаманов И посидеть в термальных источниках В рейтинге лучших мест на Земле Байкал занимает 19 место В список также вошла Камчатка Она расположилась на 22 месте Каждую среду Владимир Банщиков предлагает вам Своё видение содержания бурятских еженедельников Что читать и в какой газете В нашей следующей рубрике обзор прессы Быть или не быть Этот чисто гамлетовский вопрос Сегодня самый актуальный в свежей республиканской прессе Быть ли школе номер два Первому бурятскому хоспису АЛОНД мировой столицей туризма Здравствуйте, как обычно по средам Рубрика «Золотые перья» Я Владимир Банщиков И мы смотрим сегодняшние свежие газеты Начнем с новой бурятии и статьи Алексея Буинтуева За бортом образования Власти более пяти лет обещают реконструировать Школу в самом центре города Будет ли выполнено это обещание Узнаем в самые ближайшие дни Для учеников и учителей Потеря своего автономного здания С актовым залом, оборудованными классами Пришкольным участком и физкультурным залом Означала мучительное искитание В поисках места для полноценного учебного процесса Буквально с первых месяцев После закрытия школы Власти стали кормить завтраками Усыпляя бдительность общественности Не обходилось ни одного года Без очередного обещания начать реконструкцию Или сдать здание в эксплуатацию Теперь МК Татьяна Никитина Так поступают люди Они живут практически на каждой улице Их становится все больше Но о них стараются не говорить Даже в собственной семье Больные раком, циррозом печени И другими заболеваниями Могут сгореть за считанные недели А могут испытывать сильнейшие страдания годами Их нельзя вылечить Нельзя надолго поместить в клинику Где им обеспечат право на достойный уход из жизни А можно только помогать Прошу обратить особое внимание на эту статью Ведь это может коснуться Или уже коснулось практически каждого Номер один порадовал Ну или огорчил Даже сам не знаю Статьей Льва Хандажапова Улан-Удэ Город добродушных лентяев Мы во Франции плохо знаем Россию Но еще меньше часто знаем о своей стране Жители юга плохо понимают северян А парижане вообще живут на другой планете Бурятия не чем-то напомнила мою родину Разнообразием природы И контрастом между Улан-Удэ И деревнями в районах Приводит сравнение иностранкам Мое глубокое убеждение, что Россия и Франция Страны-близнецы Несмотря на войну 1812 года И нынешние санкции И наши москвичи, как и парижане Живут на другой планете И в завершении Всем родителям, у которых есть маленькие дети Прошу обратить особое внимание На приложение, которое называется «Полисенок» в газете «Информ-Полис» Интересное и очень полезное На сегодня это все Увидимся через неделю Ребята из бурятских школ и интернатов И гости из разных регионов России и Монголии Выступили на большой сцене Накануне состоялся гала-концерт Фестиваля «Звездочки Сагалгана» 52 коллектива боролись за победу в номинациях Вокал, хореографии и оригинальный жанр Кто стал лучшим, узнаете из следующего сюжета Фестиваль «Звездочки Сагалгана» проходит уже третий раз В этом году для участия было подано 500 заявок Но до финала дошли только 52 лучших творческих номера По словам организаторов, коллективы с радостью откликаются на приглашение Но есть проблемы более насущного характера Дети из бурятия очень талантливые Есть проблемы с увеличением средств на данное мероприятие Потому что оно проходит всегда у нас полностью За счет благотворительной поддержки Конечно, просто вопрос касается педагогических кадров Наличия на местах специалистов Дополнительного образования именно в учреждениях социальных для детей В этом году фестиваль впервые стал международным Бурятская сцена приняла гостей из Монголии Для наших конкурсантов это стало дополнительным стимулом Ведь уровень конкурса вырос в разы Участники, насколько я знаю, мы из Монголии есть Участники голоса С Иркутска приезжают Вроде девочка приехала с Иркутска Поговорим певицу Ну и наши городские Не знаем больше думать о них Больше самого себя запугивать На первое, конечно, место рассчитываем Многим из ребят не впервой выступать перед публикой Закаленные сцены, они уже знают, как бороться с волнением И настроены показать все, что умеют Ну, мне легче Мы же с хором, все вместе Чуть-чуть волнительно Но так, когда выступаешь на сцене, так радостно Хочется свой талант всем показать Да, сейчас уже сильнее Дети стали профессиональнее Сейчас приехали уже соседи из Монголии, Красноярска, Иркутска И стало сложнее Ну, конкуренты появились сильные Мы уже участвуем не первый раз И сейчас мы надеемся второй раз занять гран-при Девочкам вновь удалось поразить зрителей и жюри своим талантом Но гран-при на этот раз получила вокалистка Ксения Бонзаракцаева из Иркутской области Все участники получили грамоты и призы Аина Чертарова, Будам Ихоев, Юрий Шабаганов Первая, альтернативная Сегодня состоялось открытие традиционной межрегиональной выставки «Стройка-2016» Организатором выставки выступила Улан-Уденская ярмарка Что предлагают участники посетителям и чем удивляют, смотрите далее «Стройка-2016» выставка под таким названием открылась в Республиканском бизнес-центре Представители более чем 40 компаний из разных городов России и ближнего зарубежья Демонстрируют свои разработки в области строительной индустрии На площадке представлен весь спектр строительных, отделочных, фасадных и кровельных материалов Оборудование по теплоизоляции, энергосбережению и многое другое Один из интересных стендов на выставке – школа мастеров «Надежда» В услуги компании входит бесплатный выезд специалиста на ваш объект Для полной и реальной оценки строительных работ А также оценки сроков и других деталей Наша компания предоставляет услуги своих мастеров на отделочные работы Также на услуги по дизайну, проектированию, реконструкции офисов или жилых помещений Выполняем работы как в комплексе, так и по отдельным видам Также мы предоставляем пенсионерам скидки до 10% Наши партнеры – это магазины «Вега Сэм» и «Альхон», которые нам предоставляют скидки на все материалы до 20% Будем рады видеть вас на выставке Есть стенды, которые действительно выделяются и привлекают творческая мастерская «Жан» Это чутье пропорций и изобретательность форм Наша компания занимается резьбой по дереву уже 20 лет в Республике Бурятия У нас спектр очень широкий От ложки до оформления здания, в том числе малоархитектуры, площадки детские, беседки В том числе внутренний интерьер, картины, панно, мебель, кровати, столы Поэтому обращайтесь в нашу компанию Работаем только из массива И вещи делаем исключительно эксклюзивный, индивидуальный подход Для всех, кому интересны современные материалы и технологии Выставка будет открыта до 18 марта в Республиканском бизнес-центре «Восточные ворота» На этом информационный выпуск завершен Я с вами прощаюсь, до свидания Стоматология Дентавита Рада предложить вам полный спектр стоматологических услуг От детской стоматологии до протезирования на имплантах Безболезненно, качественно, с заботой о вас Телефон 33-49-33 Дентавита Редактор субтитров А.Семкин